21.00 в Одессе. В студии для вас работает Елена Крылатова. Здравствуйте! В эфире седьмого новости мы подводим информационные итоги дня. Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник 20 мая. Такое решение приняла сегодня Верховная Рада. Постановление получило 315 голосов поддержки, при этом предложение провести инаугурацию 19 мая провалилось дважды. Добавлю, команда Владимира Зеленского наставила на инаугурации 19 мая, однако эта инициатива вызвала резкую критику отдельных представителей фракции БПП, Народного фронта и Радикальной партии. Все потому, что именно на это воскресенье приходится день памяти жертв политических репрессий. Вилковские рыбаки перекрыли Дунай. Несколько сотен промысловиков заблокировали лодками реку с требованием увеличить лимит вылова рыбы. Напомню, 23 апреля был приостановлен вылов Дунайской сельди, поскольку в этом году ее очень много и рыбаки исчерпали все квоты. 8 мая местные уже проводили предупредительную акцию возле Гурсовета. Международный канал торговли героином перекрыли правоохранители в Одессе. Пограничники совместно с СБУ и прокуратурой задержали трех мужчин, которые пытались на новой почте получить партию героина 600 граммов. Его доставляли из России и должны были распространять по Одессе. 12 мая в пункте пропуска пески в Харьковской области задержали курьера, а уже 15 мая в Одессе вышли на заказчика, который является главным организатором канала контрабанды. Также задержали распространители наркотических средств. Во время обыска у них нашли уже расфасованные дозы героина и метадона, а также три единицы огнестрельного оружия. Волна минирований продолжилась в Одессе. И сегодня в полицию поступили сообщения о заложенной взрывчатке в 11 объектах, как минимум 10 из которых отели. Все объекты проверили взрывотехники, следственно-оперативные группы и работники ГСЧС. Как и в прошлые дни, никаких взрывных устройств и веществ не обнаружили. Активисты разрисовали красное красное кафе на побережье 13-й станции Большого Фонтана. Его начали восстанавливать новые хозяева после прошлогоднего пожара. Участники акции заверяют, что строение незаконное. Массовые расстрелы были законными. Холокост был законный. Рабство было законным. ГУЛАГи были законными. Поэтому мы определяем это незаконным не только с позиции морали. Конституция Украины, действующее законодательство Украины, характеризовывает вот такие вот строения, как капитальные. Капитальным спорудам они не должны находиться на пляже. Владельцы же кафе показали разрешительные документы на сооружение. Данное строение мы приобрели в январе месяца текущего года. Это строение в порядке года стояло после пожара. Мы его купили в таком состоянии, в котором оно было. Вот фотографии, собственно говоря, взял и специально распечатал. После этого подали необходимые документы в ГАЗ, для того, чтобы получить декларацию на ремонтные работы. 20-минтровая вышиванка возле памятника Дюка. Одесские патрульные и нацгвардейцы выстроили по контуру сорочки спецтранспорта. Так сами сотрудники выполнили роль орнамента. Таким флешмобом поддержали День украинской вышиванки. Мы решили объединяться вместе с национальной гвардией и показать, что мы ценуем традиции, культуру и историю Украины. И если вы увидите с неба, то службовые автомобили вишукованы в форме сорочки с орнаментом, украинским орнаментом, который является генетическим кодом нации. Мы пытались выдержать все нормы самой вышиванки. То есть, кольеры, которые ассоциируются с белым, с чистотой, черный – с любовью, черный – с журбой, с синей – с турботою, с зеленой – с весной. Так, поэтому пытались, как могла, дотриматься именно из всей Украины, всех вышиванок забрать. В состав вышиванки вошли 15 авто и более 50 правоохранителей. Также патрульные раздавали детям яркие открытки с ПДД и напоминали взрослым о безопасности с рулем. Желающие могли попробовать и на себе специальные очки, которые симулируют взгляд пьяного человека. А вот это пьяный окуляр. Если вы считаете, что легко сможете вести машину нетверезом, они переконяют вас в противоположном. Судебное разбирательство по делу о мошеннических действиях на 150 тысяч долларов умышленно затягивается. Об этом говорят пострадавшие. Отец одного из них еще в 2007 году под расписку дал знакомому в долг крупную сумму денег. Таких кредиторов нашлось еще двое. Собрав 150 тысяч долларов, подозреваемый уехал в Израиль. В 2011 году Приморский суд Одессы вынес обвинительный приговор. В 2018 подозреваемого задержали при пересечении границы благодаря Интерполу. Пострадавший рассказывает, что за это время его семье даже поступали угрозы, однако в полиции не реагируют. Процесс состоится раз в месяц. Приходит потерпевший, наряду со мной еще один потерпевший адвокат от предприятия. Откладывает заседание, то нет суда, то нет судьи, то нет прокурора. В данный момент он уже поменял двух адвокатов, не было адвоката в последний раз. И так решение суда чисто по наложенному тропиночке затягивается. Окно жизни открыли в пятом роддоме. Это уже второй бэби-бокс в Приморском районе и четвертый в нашем городе. Туда матери отказницы могут принести младенца и анонимно оставить. Когда сработает сигнализация, сотрудник роддома заберет малыша этой услугой, воспользовались уже дважды, говорят, в медучреждении. Сначала новоприбывшим занимаются в роддоме, а потом передают в одну из детских больниц города. Это очень здорово, потому что она уже будет сильно признать, что надо, что здесь оставляют ребенка, что он будет принят, что он будет ухожен. Вот и что за ним будет, естественно, надлежащий уход за этим, ухоженную ребеночку. Мы ведем просветительскую деятельность, которая направлена на информирование этих людей, семей, также женщин, которые неспроможны, решить свои вопросы такого плана. И информирование, донесение этих людей – это наша работа. Армянки до сих пор делают выборочные аборты, украинки получают зарплату на 30% меньше, чем мужчины на аналогичных должностях, а почти 90% грузин считают, что женщины не могут делать карьеру. В «Идвокарт» открылась выставка «Fame in East», посвященная проблемам женщин в постсоветском обществе. Подробности в следующем сюжете. В «Идвокарт» открылась выставка «Fame in East». Через фотопортреты, социальные эксперименты, видеоролики и перформансы коснулись проблем гендерных стереотипов в постсоветском обществе. «Я себя считаю female leader, я себя считаю женщиной, но помимо этого очень много вещей, которые меня как-то идентифицируют. То есть я человек, путешественница, мечтательница. Мы сейчас уже как женщины, у нас все хорошо, мы чего-то добились, в принципе нас не притесняют. Но если взглянуть на проблему глубже, то все равно существует неравенство, все равно нам платят меньше, чем мужчинам». 15 женщин из разных слоев общества и разных стран бывшего СССР рассказали свои истории. На Кавказе мы живем в более патриархальном обществе, и у нас есть такие проблемы, которых у вас больше нет. Например, аборты по половой принадлежности, когда женщины не хотят рожать девочек, потому что они думают, что лучше родить мальчика. Поэтому они делают аборты каждый раз, когда узнают, что беременна девочкой. Я изучаю эту тему в Армении и лично знаю женщину, которая сделала более 30 абортов, только чтобы родить сына. Фотографии снимали в Тбилиси, в артпространстве ревитализованной фабрики. Образы не подбирали, каждая женщина должна была показать себя настоящую. Там было очень крутое натуральное светло, которое создало натуральные тени, которые, мне кажется, очень символичной историей. Женки через годы и через столицы выходят из тени. Мы видим больше женщин в политике, в режиссуре, в журналистике. Мы, в принципе, понимаем, что визуализация и присутствие женщины в общественном мире, она изменится. Выставка «Феминист» продлится до конца мая. Вход свободный. Екатерина Банкова, Алексей Телезнев, 7 канал. В Украине проблемы с подготовкой квалифицированных кадров для сферы протезирования. Об этом рассказали сотрудники Одесского экспериментального протезно-ортопедического предприятия. Сегодня на фабрике, которой уже 75 лет, работают более 100 сотрудников. Ассортимент сотни разной сложности протезов и ортопедических изделий. О производстве протезов расскажет Сергей Кирчубаш. Моряк военного, а после и торгового флота, моторист-фитер Владимир Колованов потерял ногу из-за профессиональной болезни сосудов. Ампутация была сложной. Привыкал к новому протезу практически год. Реабилитацию проходит в медицинском отделении Одесского экспериментального протезно-ортопедического предприятия. Попав сюда, я понял, что жизнь еще не пропала. Здесь еще действительно возвращается. Чувствую себя уже уверенно, хожу уже легче. Протез собран из удобных современных компонентов. Немецкая комплектация этого протеза. Немецкий узел и немецкая стопа. Не спешите, не спешите. Мы в основном стараемся комплектовать протезы европейскими комплектующими. Людмила Перельман, ветеран фабрики. Она изготовляет протезы с 1975 года. Настойчиво передаю опыт, когда приходит, безусловно. И у меня девиз такой, сколько раз будет непонятно, столько раз я буду объяснять. Пока я не почувствую, что человек вжился в эту профессию, что он хочет работать, что он может работать. Если что-то не понимает, надо подсказывать. Специалисты подчеркивают, в Украине нет ни одного профильного учебного заведения, которое готовит профессиональных мастеров-протезистов. У нас еще есть специалисты, которые давно-давно закончили Ленинградский колледж. И, знаете, так вот, медицинское образование, если есть училище, допустим, и руки стоят у человека, его можно учить. Но, к большому сожалению, эти специалисты на вес золота. Кроме этого, постоянно сокращается количество льготников, которым изготовляют новые искусственные конечности бесплатно. Также бюджет постоянно задерживает денежную компенсацию предприятию за эти категории населения. Сергей Кирчубаш, Анастасия Кричко, Седьмой канал. Возраст танцам не помеха. В Одессе состоялся бал для седовласых, кавалеров и дам. Мероприятие провели в рамках проекта «Добрых дел». Чтобы потанцевать на бал, пришли почти полтысячи пенсионеров. Для пожилых дам и кавалеров приготовили изысканный обед и концертную программу. Далее расскажет Яна Туренко. Этот бал пожилые кавалеры и дамы ждали весь год. Виктор – электрик по специальности. Уделить время любимому хобби он смог только на пенсии. А кроме танцев приобрел еще несколько увлечений. Я еще и в футбол играю. У меня дома два велосипеда. И вот в сентябре этого года я купил мини-электробайк. Стараюсь в ногу со временем. Потому что дед на велосипеде. Ну а состояние такое, как я чувствую себя внутри. По танцевать и найти новых друзей на бал пришли почти полтысячи пенсионеров. В повседневной жизни все ведут активный образ жизни. Занимаются спортом и творчеством. Я всю жизнь поддерживаю себя в спортивной форме. Лет 10-15 маржевал. Потом два раза участвовал в сроке 100 километров в Уходе. Это за часов 20 проходил. Хранить молодость помогают приятные эмоции. И семья делится секретами танцоры. У меня внук. Это жизнь, это движение, это любовь, это красота. Бал седовласых кавалера Видам проходит в нашем городе уже в девятый раз. Кроме танцев, для пенсионеров подготовили изысканный обед и концертную программу. Сегодня такой крутой формат. У нас на открытии оркестр. Дальше, после основной программы, оркестр также будет развлекать гостей. Они смогут потанцевать, повальсировать. В следующем году балу исполнится 10 лет. По случаю юбилея организаторы обещают пригласить еще больше пожилых дам и кавалеров. Яна Туренко, Игорь Казанжи, 7 канал. Таким увидели этот день корреспондента 7 канала. Следить за новостями всегда можно на нашем официальном сайте и в социальных сетях. А если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-3226. Оставайтесь с нами, ведь это наш город и ваш седьмой канал. Непременно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова